На личном приеме, в письменном виде или по электронной почте. В таких формах органы власти Неницкого округа отвечают на обращение граждан региона. Так куда же обратиться в случае, если у вас есть вопрос и вы хотите получить на него компетентный ответ? Пошаговая инструкция в следующем сюжете. Мой дом не так давно признали ветхим. Меня и моих соседей интересует вопрос, когда же нас расселят? За ответом я пришла в администрацию Неницкого округа. Добрый день, можно к вам? Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мой дом признали аварийным. Я хочу узнать, куда мне можно обратиться, чтобы получить ответ на вопрос, когда нас переселят. Как оказалось, обратилась я точно по адресу. Исчерпывающую информацию о том, где я могу получить ответ на свой вопрос, мне дали в отделе документы оборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан аппарата администрации Неницкого округа. У нас есть такие способы, как письменное обращение и устный прием. Письменное обращение гражданин может написать прямо в кабинете. У нас есть образцы специальные. Пишут либо на губернатора, либо на курирующего заместителя. Письменное обращение можно написать, как я уже сказала, в кабинете. Можно отправить факсом, можно отправить по электронной почте. Также у нас на сайте имеется отдельная вкладка, в которой написано просто написать обращение. Гражданин заводит туда обращение. Еще хочу отметить, что есть такой ресурс, который очень удобен граждан. Это личный кабинет. Если гражданин заводит личный кабинет, он сможет отслеживать статус своего обращения от момента его регистрации до момента подготовки ответа. Но самым эффективным способом, по мнению Оксаны Гавыриной, является личный прием граждан. Ведет его губернатор и его заместитель, курирующие различные сферы жизни региона. В случае решения проблемы, связанной с переселением из ветхоаварийного фонда, конечно же, до приема нужно идти к Еремееву Алексею Анатольевичу. Специалисты отдела готовят карточку личного приема, в которой указана вся полная информация о гражданах. Карточка заранее отправляется в департамент строительства. Специалисты, курирующие направление, готовят информацию про гражданину. И когда гражданин приходят на прием к заместителю губернатора, уже имеется проект решения. Я больше радуюсь за личное обращение, потому что, когда ты сидишь с заместителем, ты можешь дополнительные вопросы задать. У тебя появились какие-то новые обстоятельства. Ты можешь с собой принести еще какое-то обращение, ответ. И уже проблему решить, сидя в кабинете с руководителем. Личные приемы граждан губернатор и его заместители ведут по утвержденному графику один раз в месяц. Запись на личный прием также ведут в отделе документа оборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан. По официальным данным, за 9 месяцев текущего года глава региона Игорь Кошин провел уже 10 личных приемов, приняв 93 жителя округа. Заместители губернатора приняли 86 жителей, проведя 37 личных приемов. Если взглянуть на статистику обращений, то в сравнении с 2014 годом в 15-м количество вопросов, требующих ответов представителей органов власти, увеличилось. В текущем году за первое полугодие в окружную администрацию обратилось более 300 человек. Чаще всего жители региона интересуют вопросы улучшения жилищных условий, в том числе предоставление жилья по социальному найму, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. В основном граждане интересуются сроками переселения. Кроме того, жители округа волнуют вопросы дорожного хозяйства, ЖКХ, образования. По итогам личных приемов губернатор округа дает поручения, которые направлены на решение проблемы не одного гражданина, а затрагивающие интересы определенной категории граждан. На личный прием к губернатору и его заместителям могут записаться и жители населенных пунктов округа. Для этого не обязательно приезжать на Ринмар. То есть житель, например, поселка Хрута может прийти в сельсовет и связаться по видеоконференц-связи с губернатором и заместителем, кому он хочет обратиться. Конечно, информацию об этом нужно знать заранее, чтобы организовать этот видеоприем, чтобы поставить график принимающему лицу, ну и чтобы в сельсовете тоже были готовы к проведению такого приема. Поэтому жителям отдаленных поселков нет необходимости приезжать в округ для встречи. Итак, личный прием, ответ в письменной форме или по электронной почте. В таких формах органы власти Ненецкого округа отвечают на обращение граждан региона. Ответить на письменное обращение и обращение по электронной почте гражданину обязаны в течение 30 дней. В случае задержки его должны уведомить об этом. По всем интересующим вопросам жители округа могут обратиться по телефону 2-15-54, а также ознакомиться с информацией на официальном сайте администрации округа. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».